Итак, уважаемые дамы и господа, наш эфир продолжает встреча с Леоном Вайнштейном в его программе «Голос здравого смысла», номер телефона в студии 847-400-5200. Леон, добрый день, здравствуйте. Добрый день. Да, конечно. Ну, знаете, надеюсь, желаем скорейшего выздоровления, желаем самых легких симптомов, желаю, чтобы не было никаких осложнений и тому подобное, естественно, да. И, конечно, в самом лучшем случае это просто такой, так сказать, вот, как бы сбив сбега. Не знаю, как сказать, когда бежишь и сбиваешься с накида. Вот я от него хоть не мог вылезти из... придумать слово правильно. Неожиданный тормоз. Сбой, наверное, да, в самом лучшем случае, в худшем... Нет, в худшем случае, вообще, так сказать, мы сейчас рассматривать не будем, но, тем не менее, давайте посмотрим о том, что же может такое произойти, если болезнь серьезно ударит по президенту, и если он на некоторое время выбывает из, ну, скажем так сказать, нормального руководства страной и участия в годах. С точки зрения руководства страной, значит, в чем функции президента, это самое главное, это защита внешних границ нашего государства, что, так сказать, я думаю, что из-за того, что Трамп болен участвует, не участвует, ничего происходить, так сказать, не будет. В конце концов, есть команда, есть ПЭНС, есть, так сказать, военные. Военным нельзя доверять, там, решать, начинать войны или нет. Они всегда будут начинать войны, они для этого военные. Но, с точки зрения, так сказать, решения каких-то тактических проблем защиты государства, никакой проблемы я, так сказать, в болезни Трампа не вижу. А второе, это, так сказать, проведение каких-то реформ. Ну, в конце концов, на последний месяц-полтора перед выборами обычно ничего такого большого не назначается. Мы еще поговорим о верховной столе, но это не реформа. Так что здесь тоже ничего нет, а рутинные вещи опять задуманные заранее и сделанные заранее будут внедряться и делаться, что называется, президент принимает в этом участие. А теперь, с точки зрения, я думаю, что никаких провокаций никто из наших, так называемых, друзей, ну, скажем, там, Северная Корея, Ирана, так сказать, Россия, там, Китай, там и тому подобное, Сирия, никто делать не будет, потому что ни военные, ни политические, ну, потому что, так сказать, получат, что называется, наотмашь обратно. Там, так сказать, нельзя к Америке лезть и не то президентство. Можно всегда, можно и нужно всегда проверять новых президентов, но команда сейчас слаженная, поэтому никаких проблем тоже не вижу. То есть, единственное, где возникают проблемы, это в ведении предвыборной гонки. И я бы сказал, так сказать, в двух вещах, которые Трамп в основном сейчас сделал. Он встречался с избирателями и он зажигалка, он совершенно, так сказать, вот как-то он так умеет это делать, что люди просто ночами стоят, там, сутками стоят для того, чтобы попасть на 45 минут, там, часовую его речь и в восторге от того, что они это сделали. И бегут в следующий раз и говорят своим друзьям, там, родственникам в других штатах, как, ты пропустил там Трампа и тому подобное. То есть, что-то в ней есть такое магическое, что дело ведь не только в том, чтобы собрать людей, чтобы они покричали, а в том, что эти люди наполнились энтузиазмом больше, чем просто пойти и голосовать. То есть, чтобы люди захотели оторвать вот эти самые задние места от диванов, чего мы, скажем, так сказать, люди, приехавшие из Советского Союза, честно говоря, не очень делаем. Мы больше такие диванные философы. Не знаю, из-за чего нас советская власть приучила. Вот тогда, почему молодежь делает то же самое, я не знаю. Мы невероятно неактивны, как масса, как эмиграция в общественных делах. Ну, так вот, все неактивные, мы особенно неактивные. Так вот, очень важно, чтобы люди зажглись настолько, чтобы они себе сказали, это невероятно важно лично для меня, для моих детей, для моей семьи, для моей страны, чтобы я пошел и уговорил соседа. И вот это то, что Трамп делает потрясающе. Значит, с приходом ковида, болезни и прочее, демократы решили, что они придумали, как остановить вот это вот магическое воздействие Трампа и, значит, устроили, значит, просто месячный вой во всех средствах массовой информации на эту тему, что нельзя собираться, значит, там, нельзя стоять ближе, чем там 6 футов. Кто выдал на 6 футов, я до сих пор не знаю, никак не могу докопаться, кто это придумал. Но кто-то придумал. А кто-то из прессы придумал, явно, так сказать, просто из пропагандистов, потому что нигде никакой медицинских показателей о том, что надо стоять и безотношать с футов, никто не имеет. Но, тем не менее, была создана такая атмосфера, что, мол, Трамп, если он будет собирать людей под одной крышей, то он просто убийца. И так как республиканцы стали нервничать, что люди начнут воспринимать республиканскую партию, которая хочет только добиться своих целей, своих мест в Конгрессе, в ассамблеях, в мэриях и тому подобное, но не думают о людях, то отменили одну за другой, а потом вообще как бы поставили крест на идея о том, что собирать людей в каких-то огромных помещениях, на стадионах, крытых, где-то еще. Но, значит, не знаю, либо кто-то придумал, либо оно случайно как бы само вышло. На первые, Трамп делал такие остановки на самолетах, то есть он как бы куда-то летел, и перед тем, как вылетать, собиралось какое-то количество людей, и он залезал на платформу и начинал там говорить. И вдруг все стали понимать, все республиканцы, что на эти остановки приходит тоже, а может и большее количество людей, чем приходило в закрытые помещения. Потому что там теперь не надо ограничивать это количество. И, что называется, пошло. И у Трампа вот, так сказать, нашел новую форму. Он ставит самолет, так сказать, вот, самолет номер один президентский, да, Air Force One, то, что называется, ставит сзади, так сказать, ему делают платформу. На платформы слева и справа, так сказать, залезают там всякие люди, посреди них тоже стоят люди. Значит, люди проходят через ограждение, естественно, они стоят сутки. Но собираются десятки тысяч людей. Последний раз, если я правильно понял цифру, которую озвучивали по радио, это 120 тысяч человек пришло слушать Трампа на следующий день после того, как у него были вот эти самые, по всем средствам масс информации, обозначены провальные выборы, уже провальные дебаты, ужасные, совершенно. То есть, то, что показалось ужасным, огромному количеству, так сказать, людей, которые смотрели, выяснилось, что не уменьшило, совершенно не уменьшило желание людей в виде Трампа общаться с ним, слушать его, хлопать его, кричать его, а потом идти домой и требовать, чтобы вся их родня и знакомые голосовали за Трампа. В то же время, в этом же самом Охайо, на следующий день после того, как были дебаты, которые были во всей прессе объявлены, что Байден выиграл, в 10 часов утра на следующий день у него в Охайо была встреча с избирателями. И, естественно, ему оградили большое место такое, тоже, значит, там, наверное, несколько тысяч человек. Я тут же помчался, это 10 утра по их, это было наше раннее утро, Лос-Анджелеское. Я помчался, значит, к телевизору, врубил его, на две минуты позже, чем, так сказать, началось, ну, вижу уже Байден, стоит на постаменте, вокруг никого нету, в зале там какой-то, то ли флаг нарисован на заборе, то ли что-то еще. Слава Богу, ничего не было по-русски написано из трех букв. И Байден, так сказать, что-то говорит в микрофон, что он говорит, меня совершенно не интересовало, все, что меня интересовало, чтобы мне показали со стороны Байдена, в сторону собравшихся людей, изменилось ли что-то совершенно мертвых собраний у Байдена. И вот я ждал минут 15-20, уже почти отчаялся. И в этот момент одна камера, которую просто пропустили, там стояло три камеры, да, он что-то такой рукой показал куда-то, мол, тадам! И она начала двигаться за этой рукой и перешла от него, через него, в сторону, значит, я увидел половину, значит, полукруга, который собрался там. Я насчитал там шесть человек. Значит, даже если считать, что с другой стороны полукруга намного больше, то к нему пришло 20 человек, а так, я думаю, что 12. Байдена, вот, в этот же день у Трампа было 120 тысяч, ну, так кто выиграл, кто проиграл? Мне дебаты не понравились, там много чего было, чем не понравилось, так сказать, я виню и президента в том числе, не первого. Первый это Крис Волос, который придумал всю эту историю, устроил всю эту историю, неправильно себя вел, а потом не смог сдержать то, что невозможно было сдержать. Вот, потом я виню в этом комиссию, которая все это организовывала, они это проверяли, они это утверждали, они это подписывали, там, и тому подобное. А потом уже, значит, Байдена и Трампа. Байден начал, правда, прерывать Трампа, но к Трампу, когда, так сказать, его задели, что он как бык начинает переть. Ну, и, к сожалению, это, так сказать, с моей точки зрения, надо было доложить, донести до зрителей значительно больше того, что Трамп довел. Но, одновременно с этим, он умудрился вытащить 15 замечательных заявлений из Байдена, которыми сейчас уже, естественно, пользуются республиканцы. Типа того, что, какой манифест, ни о кого манифеста я не составлял, никого не делал, ничего не подписывал. У него, значит, ни с каким Сандерсом ни о кого манифеста не делал. У него просто на веб-сайте стоит на 118 страниц отпечатанный манифест, который подписан Байден и Сандерсом. Он не знал, что он его составил. Ну, и тому подобное. Ну, ладно, перейдем обратно к тем самым, заканчиваю длинную свою речь. Демократы очень хотят за что-то уцепиться, чтобы не было следующих дебатов. Следующие дебаты страшные для Байдена. Потому что там не один человек спрашивает вопросы, а там таунхолл, то, что называется. То есть, как на ринге, на боксерском будет три человека, ведущих и два, так сказать, в разных углах сидящие ринга на высоких стульях. Значит, Байден и Трамп. И люди будут вставать и задавать вопросы. Конечно, естественно, мы все понимаем, что эти вопросы не они, вы просто придумали сейчас, да? А там из тысячи вопросов, которые люди прислали. Те, кто организовываются, выбрали те вопросы, которые им нравятся. И мы уже знаем, что ведущий, он работает на C-SPAN. Мы уже знаем, что он антитрамповец и поддержал движение, значит, только не Трамп. Мы уже знаем, что у него были близкие, приятельские отношения у Байдена, что он работал у него в избирательной кампании. Но, тем не менее, все-таки это будет... Мы всегда понимали, что пресса дает 20% преимущества, гнусного преимущества демократам, кто бы и ни были. А сейчас, я думаю, еще и больше, потому что они просто не любят, они ненавидят Трампа. Он у них отнимает сладкий пирог, который они кушают. В общем, демократы хотят отменить даже вот с плюсом, со своим, со своей форой, которую они имеют. Они боятся панические. Они будут пытаться сейчас отменить эти дебаты. И, к сожалению, заболевание Трампа может дать им оружие в руки. Дебаты, слава богу, 16-го. А 7-го будет вице-президентский, а 16-го президентский. Я думаю, что до этого времени с Трампом будет все в порядке, он придет в себя. Я немножко подозреваю, что во время дебатов первых он уже был слегка не в себе болен. Потому что у него было какое-то серое выражение лица. И я, честно говоря, думал, что что-то во внешней политике происходит, чем он всю ночь занимался. Или в семье, или где-то еще. Потому что он был сам не свой. Но, так сказать, мы не знаем. Леон, я прошу прощения. Если вы позволите, я бы принял один звонок. Да, конечно, конечно. Давайте послушаем. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Я хочу вот что сказать. В наш век ковидный, китайской заразы, все привыкли уже по Зуму общаться. Почему Трамп не может общаться по Зуму не с тысячами, а с миллионами людей, которые этого захотят? Он может сидеть дома, лечиться, так сказать, и общаться, проводить такие визуальные ралли. Конечно, это не так сильно воздействует. Но все-таки это первое, что я хотела сказать. И второе, конечно, почему республиканский комитет, руководители республиканцев вообще соглашаются на такого модератора, на демократа? Это невозможно. Первое, это и второе, тоже штаб Трампа. Они не должны на такое соглашаться. Почему хотя бы двое должны быть с разных сторон? Спасибо. Ну, отвечая на первый раз, на первый раз ваш вопрос, я не знаю, что собирается делать штаб Трампа. Я думаю, что они найдут какие-то, так сказать, как они нашли вот выход из положения закрытые здания и превратили этого и одного аэропорта в еще более мощное движение. Я думаю, что они найдут, каким образом и думают на эту тему и тому подобное. А, значит, там произошла еще одна вещь. Во-первых, очень близкий советник Трампа Хиггс, от которого, собственно, он и получил. Судя по всему, это заболевание. Он много делал, так сказать, много придумывал до Трампа. И там есть еще один человек, который возглавлял его избирательную кампанию, которую вы, так сказать, в курсе или не в курсе. Его жена позвонила в 911 и сказала, что мужа совершенно суицидное настроение. Его давление, pressure, так сказать, от работы у Трампа довело его, он там какие-то записки пишет. В общем, так сказать, его, что называется, сняли с работы немедленно, посадили на medication, человек просто в депрессухе от дикого давления, которое на него оказывали. Поэтому два, как бы, очень важных, я бы сказал, самых важных человека, они временно выбыли. Поэтому сейчас, конечно, в этом смысле есть проблемы и, конечно, будет спотыкание. И, ну, я думаю, что, так сказать, команда нормальная, люди нормальные, так сказать, придумают что-то и будут что-то делать. Относительно того, почему что-то подписывают, мы действительно не знаем. Мы не знаем условия, мы не знаем, кто выбирает, мы не знаем, как это выбирается. Может, кидаются имена в шапку, потом вытягиваются, мы просто не знаем этого. Я извиняюсь, поэтому я не могу говорить и отвечать на вопрос, почему. Я бы тоже, так сказать, я бы там подряд кого-нибудь там в зашкварке выяснил, а каким образом там человек, как Крис Воллес, который прекрасный журналист, талантливый, так сказать, там, профессиональный и прочее, но который уже четыре года тому назад задавал гнусные вопросы Трампу. Зачем нам еще раз повторение этих же вопросов, что он и сделал? Он и в прошлый раз начал Трампа требовать, чтобы тот поклялся, что он ненавидит всех белых супрематистов или там что-то еще. А черных не надо ненавидеть, что ли? Я не понимаю. И по которой дает, в общем-то, Байдену говорить заведомую ложь, которую, так сказать, мы уже все знаем, что ложь, даже СНН уже говорит, что это ложь. Байден ее повторяет, его не останавливает. Леон, прошу прощения, есть еще один звонок. Мы действительно не знаем условий. Есть еще один звонок, давайте попробуем принять. Добрый день, вы в эфире. Радио, приглашите, пожалуйста. У меня такой вопрос к Леону. Я вот уже, я заметил, вот у меня такой вопрос. Вот почему на дебатах каким-то образом пренебрегается то, что презумпция невиновности? Ну, например, вот когда речь зашла о суде Барретт, то этот самый Байден уже ее обвинил в каком-то потенциальном незаконном, то есть неконационном подходе к решению вопросов. Это с одной стороны. Я бы на месте Трампа вообще бы этот вопрос не разбирал. С другой стороны, почему это разрешается, какие-то непроверенные данные, ну, например, там 750 долларов, там, был этот самый, он заплатил за свой инком текст, так? Почему нужно разбирать эти данные, потому что там, об этом написал, скажем, там, Нью-Йорк Таймс. Я бы вообще тоже не разбирал этот вопрос, даже не отвечал, потому что это вообще, так сказать, незаконно неполучено, неизвестно, но неправильно. Вот я заметил, что это уже давно так делается. Почему на это идут республиканцы? Почему Трамп не мог? Спасибо. Прошу, Лен. А, вы знаете, значит, задача выводить соперника на чистую воду, не задача модератора. К сожалению, модератор как раз в нескольких случаях и начинал пытаться выводить, так сказать, на чистую воду, да. Значит, либо у модератора должна быть позиция, у него есть какие-то, там, точные данные, да, и он говорит, чек говорит что-то, он тут же отвечает на это, это неправда. Да, либо он поворачивается к второму человеку и говорит, а вы теперь озвучите свое мнение, потому что у меня, у модератора, мнения нет, да. К сожалению, модератор, который был, он время от времени делал это, а время от времени не делал. То есть, иными словами, создавалось ощущение, что когда человек говорит правду, то он не вмешивается. Жанр, раз он не вмешивается, значит, это правда. Вот, поэтому, так сказать, либо ты все время лезешь, либо ты все время не лезешь. Вот это правило не было соблюдено. И я абсолютно против этого, естественно. Но еще раз, опровергать слова соперника не дело модератора, это дело второго человека. Вас вызвали спорить. Значит, спорьте, да. Я единственное, что я должен, как модератор, придерживаться того регламента, на котором вы договорились, и держать вас в этом регламенте. Вот и вся моя задача. Вообще, длинные вопросы с подводкой никакого отношения не должны иметь к тому, что происходило на сцене. Мы хотели услышать позиции представителей, за которых мы голосуем, по двум, извиняюсь, по пяти или шести поводам, по которым они давали. Значит, они ответили общие вещи, а сейчас они, пожалуйста, может быть, у них есть вопросы друг другу вперед, задавайте. Забыл вопрос, у тебя есть 30 секунд, а у тебя есть две минуты ответить. Теперь у тебя есть 30 секунд, ответят на это. Когда люди так знают или так готовятся, то, что происходило на сцене, был полный бардак. И бардак был, потому что изначально придумали такую форму. Как можно после стольких лет уже, после того, как уже Кеннеди с Никсоном уже дебатировали на первый раз на телевидении, сколько лет прошло уже. Как можно было абсолютно непригодный формат использовать для самого важного события, три важных этих события, три дебата двух представителей людей, которые хотят руководить нашей страной. Я не знаю. Кеннеди меня порадовали, некоторые убили, но я думаю, что даже не в этом проблема. У меня несколько раз возникал вопрос, я пытался задавать его близким, друзьям, которые много лет в стране, в Америке, которые здесь родились. Никто не может... Давайте вопрос, потому что у нас мало времени, пожалуйста. Да, 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 конечно. У каждого американца на сегодняшний день есть куча электронных карточек, которые индифицируют их личность. Почему до сих пор наша замечательная social security card выглядит как кусок картона, абсолютно нерепрезентативный? И почему система голосования во всей Америке не основана на social security card number? Что происходит? Спасибо, Филь. Прошу вас, Иль. А ответ будет очень коротким, я не знаю. Вот и все. Принимаем следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Алло, здравствуйте, еще раз Анатолий. Здравствуйте, Леон. Добрый. Меня зовут Евгений. Даже. Леон, вы не согласитесь с тем, что в случае с Трампом мы наблюдаем классический такой пример электоральной революции, то есть восстание масс против прогнивших элит, в кавычках. И вот эта демонстрация СМИ, всех таких основных американских, это подтверждает. Спасибо. Очень быстренько, пожалуйста, Жень. Как мы уже обсуждали с Анатолием, что я уверен, Трамп побеждает по любым выкладкам, и единственная будет проблема, это защитить результат. Спасибо большое. Спасибо, Жень, спасибо. Значит, ну, у нас есть две минуты, правильно, до того, как мы уходим на перерыв. Да. Поэтому давайте я попробую в две минуты уложиться. Дело в том, что так называемая мировая элита, она существует, она встречается в Дамасе. Это у них такая сходка, там они еще и общаются, естественно, а сходка у них в Дамасе. Они придумали, там, 20-30 лет тому назад, такую гениальную идею под названием, а давайте мы, вот сейчас у нас уже есть и технологии, и возможности, и деньги, давайте мы, значит, сделаем из мира одно управляемое государство, чтобы не было войн, потому что ну зачем там Небраски воевать там с Техасом, правильно? Значит, если мы все равно под одним правительством, и у нас, значит, и кроме того, значит, будет одинаковое здравоохранение, и то, и все, и им очень понравилась идея, что они будут всем этим руководить. О том, что для того, чтобы это произошло, надо либо всех довести до уровня Америки, либо всех довести до уровня Тунгузии, я не знаю, есть такая страна или нет, вот. Но есть в Киргизии. Да. Значит, им в голову как бы это не приходит, потому что они живут в каком-то другом мире, они живут в мире идей. Значит, в 2000 году, выступая в Нью-Йоркском университете, Цорос, и, кстати, в 2018 году он выступал в Давосе, он сказал практически одну и ту же вещь. Он сказал, на дороге к всеобщему мировому благополучию, равенству и счастью стоит одно государство, Соединенные Штаты Америки. А в Давосе, в Давосе в 2018 году он добавил, в который олицетворяет сегодня правительство Трампа. Так вот, значит, в тусовке были все, и Клинтон, и Обама, и т.д., и т.п. Все были в тусовке. Трамп просто в тусовке не был, он чужой. Он чужой, и он сломал их планы. Он настолько поломал им планы, что у них завело долго. Во-первых, они сразу же начали придумывать, как его скинуть, сбросить, там, я не знаю, физически уничтожить или что-то еще. Вот Трамп и мы с вами боремся не просто с демократами, которые хотят к власти, а мы боремся с гениальной идеей, похожей на социализм, только немножко вывернутой, при которой все будут жить одинаково, кроме некоторых других, которые жить одинаково не будут, и они же будут нами управлять. Почему это хорошо или плохо, если кого-то интересует, потом расскажу. А сейчас, дамы и господа, давайте послушаем наших замечательных спонсоров, потому что если бы их не было, то не было бы и нас. Абсолютно согласен с вами. Итак, оставайтесь с нами, дорогие друзья. Скоро вернемся. Итак, уважаемые дамы и господа, мы возвращаемся в программу «Голос здравого смысла», встреча с Леоном Эйнштейном, номер телефона в студии 847-400-5200. Все линии горят, переходим к приему вопросов и звонков. Добрый день, вы в эфире. Алло, здравствуйте, Анатолий, еще раз здравствуйте, Леон. Здравствуйте. Вот, у меня просто такой вопрос. Почему избирательная компания «Соединяя наш штат» не понимает в учет, опыт других стран? Вот, например, мой знакомый молодой человек, он работает ведущим программистом какой-то компании американской, и иногда ездил в другие страны, и недавно, в прошлом году он побывал в Японии, и попал в день выборов. И он обратил внимание, ему стало интересно, и многие даже не торопились на эти избирательные участки. И он сказал, а вы что, не будете голосовать? Он говорит, а мы голосуем по телефону. Говорит, в избирательных участках есть наши отпечатки пальцев, отпечатки глаз, отпечатки ушей и отпечатки губ. И по этим данным мы снимаем и посылаем, и вот по этим данным мы выбираем своего избранника. Почему бы нам, нашим американцам, у нас же уже 21 век, почему мы отстаем от других стран в этой области? Спасибо, Николай. Прекрасный вопрос, кстати. Во-первых, у нас 50 разных стран. Просто мы забыли, что слово «штат» — это страна, «state». И мы почему-то считаем, что Соединенные Штаты Америки должны иметь и какие-то общие законы. Нет, не должны. Договорились о чем-то вместе, защищать границы вместе. А о том, как голосуют. И договорились, что у каждого штата есть определенное количество сенаторов, и у каждого штата есть определенное количество голосующих во время президентских выборов. А каким образом вы получаете этих голосующих? То есть, вот штат Калифорния, в котором 37 миллионов человек, у нас есть 55 голосов, или 55 голосующих, называйте, как угодно. У штата Айова 6 миллионов человек имеется, я не знаю, 8 голосов, 4 голоса. Я сейчас не лепу. То есть, договорились до этого. А как эти голоса Калифорния посылает? Это не дело федерального правительства. Это первое. Значит, теперь можно спросить, а почему тогда в 50 штатах сидят такие козлы, которые что-либо не понимают, что система архаичная и идиотская? Ответ очень простой. У нас есть одна очень конкретная партия, которая не хочет, чтобы голосование было четким, точным, и давало бы абсолютно те результаты, которые оно бы дало, если бы было все так просто, правильно, четко. Какая партия? Догадайтесь сами. Почему? Догадайтесь сами. А если кого-то очень заинтересует, могу рассказать. Ну, думаю, что вы все это сами знаете. Поэтому у нас нет той системы, которая легко могла бы быть. И применяется, естественно, в Чехословакии, в Зумбумбии, там, где угодно, где есть два компьютера и сканер. Спасибо большое. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Меня зовут Владимир, город Сиэтл. Первое, что хотел сказать, пожелать вам здоровья, Леон, потому что выглядите очень усталыми, нужно себя беречь. И вопрос мой. Спасибо. По каким критериям вы оценивали дебаты между Трампом и Байденом? И какой, по вашему мнению, аудитории они были нацелены? Угу. Интересный вопрос. Спасибо. Очень разные цели были и очень разные аудитории, на которые нацеливались две компании. У Байдена первая была задача – это показать, что он не живой труп. Потому что он не показывался, он не давал интервью, он не говорил. Распускались слухи, правда-неправда мы не знаем, но похоже, что правда. Что, так сказать, у него в ухе все время сидит подсказунка, а кроме того, значит, с ним ходят люди, которые показывают его экраны большие, так сказать, с которых он читает, да иногда и читает неправильно, и запинается, и каждый раз, когда он что-то говорит, он говорит какую-то глупость. То есть первая задача у него была – это воодушевить тех демократов, которые теоретически с демократическую партию, но настолько были ошарашены выбором получившимся. Они не специально выбирают, так получилось. А это, так сказать, отдельная история, как получилось. Это не то, что там, о, они все решили, давайте Байдена. Так получилось. Но раз уж получилось, они были в ужасе от этого, и надо было показать им, что он может в течение, там, часа 30 стоять на ногах, улыбаться. Но если вы заметили, он смотрел все время в одну точку, у него взгляд был расфокусированный, но тем не менее он на Трампа вообще два раза, по-моему, обернулся, и то всем корпусом, да. То есть показывать, что он может, он Т, он дедушка, но он, тем не менее, так сказать, то есть было направлено на аудиторию, которая уже за него, и которая колеблется, боясь, что он неправильная кандидатура. Теперь у Трампа были совершенно другие задачи, которые, ну, так сказать, я не могу сказать, что Трамп выполнил, с моей точки зрения, полностью, но частично он выполнил. Задача номер один была уговорить испаноязычную аудиторию в том, что, значит, совершенно не нужно голосовать за полуумного демократа, а надо голосовать за совершенно прагматичного республикации. Что Трамп блистательно сделал. Значит, чтобы вы понимали, что, значит, во время дебатов компания, которая называется Телемундо, это одна из двух самых больших испаноязычных конглобераторов, радиотелевидения, газет, там, других интернетских услуг и тому подобное, которые действуют на территории США и, в принципе, центральной и Южной Америки. Значит, Телемундо в живом, в живом этом самом имела, они показывали с переводом, симультанно, как это по-русски называется, моментальным переводом на испанский язык. Кроме того, там, бежала внизу строка, если кто-то не успевал, так сказать, мог прочесть. Кроме того, они раздали там тысячи, полторы тысячи людей приборчики, на которых они, там, может, телефоны, я не знаю, они реагировали на конкретные вещи, которые им нравились, не нравились, там, шкалой, там, вверх-вниз и тому подобное. А кроме этого, у них был так называемый instant poll. Как только закончились дебаты, они задали всем этим полутора тысячам людей, и плюс они отслеживали в Твиттере, тоже по-испански, какой процент скажет, кто победил дебаты или кому ты больше доверяешь после этих дебатов. Так вот, значит, считается, что за Трампа 20% латино, то есть испаноязычной аудитории. Какое же было ошеломлению Телемундо, когда выяснилось, что и на Твиттере, и на их людях, которые они вот распределили эти самые приборчики, и вообще на их аудитории 65% сказали, что им Трамп понравился больше, они ему больше доверяют и считают, что он идет в правильном направлении. И только 35% сказали, что им больше понравился Байт. Значит, при том, что вот мы с вами считали, что что-то там неправильно, я расстраивался, там, так сказать, злился, там, не знаю, там, скакивал, он что-то, правда, ничего не швырял в телевизор, честно скажу, но очень хотелось. Вот. А тем не менее, вот эта первая задача была выполнена. А вторая задача Трампа была показать, какой, ну, скажем, так сказать, осел, козел, пустое место и прочее Байден этого он не смог сделать. И третья задача была, это, значит, заставить Байдена сказать вещи, прямо противоположные тем, либо сказать действительно то, что он говорил, чтобы ошарашило публику, либо сделать так, чтобы, обойдя модератора, все понимали, что модератор не будет помогать, не будет просто быть объективным, не будет, заставить Байдена сказать вещи, прямо противоположные тому, что написано у него в его программе, написанной в его программе, что у Трампа блистательно получилось. Блистательно получилось. То есть вот этим своим поведением, которое нас всех раздражало, я самосто считаю, что президент не должен так себя вести. Вот. Но он довел Байдена до того, что тот, сбиваясь с мысли, с темы, начал отвечать вещи, которым надо было думать, как отвечать Трампу, что делать, а не просто размеренно говорить, да? И он сказал несколько вещей, которые всех, естественно, совершенно ошарашили. Например, он сказал, что он вообще за то, чтобы, значит, вот эту самую новую номинантку Эми провести в Верховный суд, он только что, два дня тому назад за его подписью вышла бумага о том, что ни в коем случае ее не назначают. Он сообщил, что он никогда в жизни не писал никакого меморандума, об этом я уже говорил, с Сандерсом. На 118 страниц меморандум за его подписью, подпись Сандерса стоит у него на веб-сайте и т.д. и т.д. и т.п. Значит, 15 примеров, я лично насчитал того, что он не знал, не знал, что написано у него на веб-сайте, не знал, что он сам подписал, и не врал. Так что посеяно жуткое сомнение в головы левых следующего характера. На этом я сейчас кончаю этот ответ. А, значит, есть договоренность между Байденом, который показывает, что он центрист, добрый дед, дедушка, так сказать, и он вообще, так сказать, за то, чтобы все жили мирно и все хорошо. Есть договоренность между ним и левыми, что они его будут поддерживать на выборах, но он будет, так сказать, применять ту программу, которая записана после двух месяцев тяжелой работы между левыми, так сказать, и центристами, так называемыми, они пришли к некой программе и уговорили своих, что Байден, он центрист, центрист, но он будет выполнять эту программу. И вдруг Байден стоя на сцене и говорит, никогда в жизни я этого не обещал, я никогда не говорил и не собираюсь исполнять то, что написано в New Green Deal, то есть новое зеленое дело, а это у него на веб-сайте написано, что это основа его экономической политики. Он не будет, он сказал, что он в полицию, никогда не говорил, что он в полицию собирается, скажем, выгонять полицейских, уменьшать их бюджет, да вы что, наоборот, я надо укреплять, да меня все полицейские любят. На что Трамп, естественно, спросил, назови хотя бы одну организацию полицейских, которая тебя поддерживает. А у нас нет на это времени, хватит, у нас времени, он сказал Трамп, хватит, одну назови. Тут вмешался, к сожалению, ведущий и, так сказать, снял нас с этой темы. Так вот, у левых сейчас следующая идея в голове. Ну, нам сказали, что он врал публике, а говорит нам правду. А вдруг он правду публике говорит, а нам врал. А от нас хочет только, чтобы мы побежали с энтузиазмом за него голосовать, а на самом деле у нас уже клюнул под автобус. Я считаю, что это гениальный выпад из того, что происходило на сцене. Так, тогда мы принимаем следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Да, добрый день. Вот вчера телеканал «Дождь» рассказал о новости, что Государственная Дума Российской Федерации заплатила всем новостным агрегаторам за продвижение рассказа Вячеслава Володина, председателя, это спикера Госдумы, о том, что Алексей Навальный бездельник и подлец. У меня вопрос к Леону, он уже обратился за получением своих гонораров за рассказы о Навальном. Прошу прощения, а можно сказать, как вас зовут? Имя? Вадим. Меня не интересует. Как? Вадим меня зовут. Владимир. Владимир, у меня огромная просьба, обратитесь к своему руководству и скажите, что оно бы не заплатило. У меня руководства нету, и я не пишу о Навальном. Мы же все понимаем, что вы это делаете по заданию определенного руководства, а сейчас говорите, что нет. Скажите, что они нагло не платят мне денег и пусть у вас прямой на них выход. Позвоните им прямо сейчас и попросите их заплатить. Спасибо большое. Да, я думаю, что очень очень Ну, бывает. Ну, что, обострение у человека, таблетку потерял, не знаю, часы не перевел, ну, мало ли, всяких разных причин. Да, 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 да. Канал Дождь, какой-то Володин кому-то обратился, заплатили деньги. Вообще, самостоятельно просто. Мы просто сидим в какой-то рязани и обсуждаем новости Российской Федерации. Да, ну. Ну, да. Особенно, нас это очень серьезно, конечно, волнует. Ужасно интересует. Особенно телеканал Дождь. Настолько с такой тяжелой, серьезной репутацией канал, который обсуждал. Еще он сказал Эхо Москвы. Ну, нет, до этого он еще не дорос. Эхо Москвы это нужно, как говорится, Лычкин, заслужить. А Дождь, ну, вот он и есть Дождь. То есть, воду льют, а мы крепчаем. Так оно где-то. Да. Итак, принимаем следующее звонок. Добрый день, вы в эфире. Сушил секьюрити документ не имеет фотографии. А ИГБе фотографии не годится. А вопрос у меня такой. Что вы знаете о втором транше? Будет он до выборов? Какие там идут процессы? Спасибо за ответ. Спасибо большое. Прошу вас, демократы всеми силами будут не давать пройти траншу до выборов. То есть, они будут сейчас голосовать за какую-то абсолютно полную ахинею типа финансирования почты для того, чтобы она к ноябрю провела стопроцентное голосование по почте. Ну, понятно, что этого никто делает не будет. То есть, они заранее делают такие условия финансовой помощи, чтобы, так сказать, их невозможно было подписать. Да, причем буквально, я так понимаю, вчера закончилось голосование, где они, демократы, пошли так в кавычках на встречу республиканцам и сказали, ну, ладно, 2,4 триллиона, вы на это не согласны, а как насчет 2,2 десятых? Вот мы его согласны вам предложить. Ну, в общем, короче, абсолютно несерьезное отношение ко всему этому. Добрый день, вы в эфире. Алло, здравствуйте, спасибо большое, что взяли мой звонок. Вот у меня такой вопрос. Значит, Байден вел себя просто совершенно нагло, просто мерзко, и все видели, что это просто живой труп. Ну, вот он смотрел в одну точку, какие-то у него были жесты, читал по запискам. Я считаю, что, в общем-то, все удачно. Кстати, Дэн Бонзина, он считает, что Трамп довольно, ну, неплохо выступил. конечно, Трамп есть Трамп, но он неплохо выступил, и достаточно подробно все это рассказывает. И потом говорит, если демократы не хотят больше никаких дебатов, значит, они считают, что Байден провалился, они больше не хотят. Хотя они говорят наоборот, Байден хорошо себя пойдет, не надо, но если бы они знали, что это было хорошо, они говорили, давай, давай, продолжай. Спасибо большое. Ну, может, вы прокомментируете это? Вы знаете, я понимаю все эмоции и прочее, но, тем не менее, когда вот народ, я общался с достаточно большим количеством людей, когда народ смотрел дебаты, то у нас было неприятное ощущение, что происходит что-то, чтобы мы не хотели, чтобы происходило. И с точки зрения Трампа, и с точки зрения проведения дебатов, с точки зрения того, что я не хочу, чтобы два человека, которые соревнуются в наших глазах на то, что они, чтобы стать первым лицом в нашем государстве и руководить в жизни государства ближайшие четыре года, чтобы такое между ними происходило. Просто не хочу, точка. Мне оно шибко не понравилось. Может быть, я уже сказал, каких целей Трамп достиг, да? Да. Возможно, это было вынуждено, возможно, он знал, что Крис Воллес будет делать все для того, чтобы плохо Трамп не достиг своих целей. Мы не знаем ничего этого. Но вот то, что происходило, из-за чего не знаю, но мне шибко не понравилось. Согласен. Итак, следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Да, простите, я не успела сказать, что еще. Дело в том, что Байден его назвал путинским щенком. Вообще, он нагло себя вел. Можно ли на него подать в суд? Он не назвал щенок, он сказал папет, а не папи. Да, не папи, а папет. Это кукла такая, которую на руку одевают. Леонетка за ниточки дергает путин. И так, кстати, я не знаю, вы слышали, Крис Уоллес очень интересную провел аналогию, но опять же, не себе в пользу, но он сказал так, что я для этих дебатов испек такой вкусный, замечательный, пышный пирог, а Трамп своей ногой просто на него наступил. Ну, то, что Трампу дали возможность на него наступить и говорит, если это так, и говорит о том, что он, может, спек пирог, но только он его не поставил в духовку или там. Вот, поэтому я и сказал, что не в свою пользу он сделал это, а вот женщине, которая позвонила и сказала, что именно потому, что демократы не хотят больше дебатов, они считают, что Байден проиграл. Так вот, факт того, вопрос поставлен по-другому. Если демократы считают, что Байден настолько здорово и шикарно провел эти дебаты, зачем же им менять формат следующих дебатов? Вот тут очень, я считаю, очень интересный вопрос. Смотрите, у нас осталось там полторы минуты, давайте я по этому поводу что-то скажу, мы уже больше не принимаем. Пожалуйста, конечно. Значит, второй раунд состоится в Майами 16 октября, он будет принципиально другим. Это, так сказать, сцена или ринг, в котором будет сидеть два человека в разных, так сказать, ринг это боксерская, так сказать, как это называется, ринг, да. Вот. Там будет три человека находиться, один, так сказать, ходить с микрофоном и двое сидеть в разных концах. Будут задаваться вопросы, которые будут задавать сами жители Флориды. К сожалению, это те вопросы, которые, значит, из поданных выбрала комиссия. Опять мы не знаем, но мы знаем, кто выбирал конкретно, как человек. Он работает в Галлопе, он один из руководителей Галлопа. Значит, выбирались вопросы, люди будут задать вопросы то одному, то другому. Каким-то образом будет это структурировано, я очень надеюсь, что будет не так, как делал это Крис Уоллес, но тем не менее, это будут другого типа дебаты. Теперь, чего боятся или чего не хотят демократы? Они прекрасно понимают, что Байден чудом проскочил. Чудом проскочил. И они понимают, что это чудо может и скорее всего не повториться вот в форме вот такого, это называется таунхолл, форма дебата. Вот в этой форме скорее всего оно не проканает. Поэтому я думаю, что они будут делать все возможное, чтобы эти дебаты не состоялись. Леон, спасибо вам огромное, как всегда. Действительно интереснейшая беседа. Спасибо вам и за интересные, а один звонок просто был замечательный. Ну, этот звонок войдет в историю... ...нужна оплату потребовать. Только не знаю, с кого, но с кого-то оплату. С дождя. Я вам скажу честно, я в следующем сегменте попрошу вас связать с его руководством, чтобы вы напрямую заказали себе какой-то гонорар. Спасибо вам огромное. Будьте здоровы. Всего хорошего. До свидания.